В этом видео я расскажу о том, как пользоваться электронными ресурсами библиотеки удаленно, например, из дома или с мобильного устройства. Если вы используете операционную систему Windows, вам необходимо перейти в личный кабинет на сайте университета и нажать на ссылку «Доступ к информационным системам МГУА». В открывшемся окне необходимо авторизоваться. В поле «Домен имя пользователя» вводим мсал, обратный слэш, ваш логин. Соответственно, в поле «Пароль» – ваш пароль. По умолчанию это серия и номер вашего паспорта без пробела. Нажимаем «Войти». По открывшемуся окне будут доступны ярлыки офисных программ. Нас интересует папка «Электронные библиотечные ресурсы». Переходим в нее и выбираем ярлык «МСал Лайбрери». Браузер предложит сохранить или открыть файл, необходимый для подключения к удаленному рабочему столу. Открываем его. Запустится процесс подключения к удаленному рабочему столу. Он может занять несколько секунд, после чего в браузере откроется страница с электронными ресурсами в библиотеке. Выбираем нужный нам ресурс. И, соответственно, можем работать. Для подключения с устройств под управлением операционных систем Android, iOS и macOS необходимо установить бесплатное приложение Microsoft Remote Desktop. Ссылки на приложения будут даны в описании к видео. Запускаем Microsoft Remote Desktop и выполним следующее действие. На главном экране нажимаем «Плюс», в правом верхнем углу выбираем «Remote Resource Fit». В поле «Fit URL» вводим адрес «https.rdgvm.sal.ru.rdweb». Нажимаем «Next». В поле «Username» выбираем из выпадающего списка «Add User Account». В поле «Username» вводим «MSAL» обратный слэш ваш логин. В поле «Password» вводим пароль от вашей учетной записи. Нажимаем «Save». Нажимаем «Save». Приложение запустит процедуру соединения с сервером. Это может занять несколько секунд. Для начала работы необходимо перейти во вкладку «Apps». Соответственно выбираем ярлык «MSAL Library». Устанавливается соединение. После чего мы можем работать с электронными ресурсами. Текстовые версии инструкций по подключению к удаленному рабочему столу вы найдете в разделе «Инструкции по работе СБС на странице библиотеки». Если у вас появятся вопросы по работе с ресурсами по удаленному доступу, вы можете задать их в группу библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, либо обратиться к дежурному библиотекарю. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...